Поймать чуку на Содышке в ноябре большая удача. В основном попадаются маленькие окуньки. Для этих пенсионеров зимняя рыбалка – образ жизни, ради которого они готовы смертельно рисковать. Я хожу только уже когда лед толстый. С пешней попробую. Потом посмотрю, если рыбаки сидят, ловят, то я хожу следом. Если все пошли, и вы пошли. Да, а я первый не хожу. Валерию Иванову 73 года вспоминать, что лет 30 назад провалился под лед именно на Содышке. Но произошло это уже весной. И на его счастье, у самого берега пришлось искупаться в ледяной воде. Но такие ЧП, как оказалось, ничему не учат. Для спасения у рыбака только складной нож. Складной нож у меня хороший. Он сам открывается, вот в кармане лежит. Там веревка должна быть с гвоздями, чтобы еще что-то? Себя, чтобы если что вытащить. Вот нож. Я вылезу, если так. Встречаются на Содышке во Владимире не только рыбаки, но и любители спорта. Прокатиться по тонкому льду на коньках, признаются Никита и Майя, это совсем другое удовольствие, чем на платном катке. Нет снега, нет ветра сильного. Поэтому вот лед, да, лед очень гладкий, ровный. То есть такое явление, оно нечасто в природе случается. Поэтому такие моменты надо использовать. Во время очередного профилактического рейда сотрудники МЧС раздали памятки любителям зимней рыбалки и предупредили их о подстерегающих опасностях. Граждане у нас все-таки пренепрягают своими правилами безопасности и халатно относятся к своей жизни и здоровью. Средства спасения с собой не носят на воду. Единственное, что именно МЧС может только предупредить о том, что сейчас лед тонкий и выход на него крайне опасен. За неделю во Владимирской области уже погибли двое рыбаков. Первый случай произошел на Глазовском водохранилище. И буквально на днях в Меленковском районе на Оке погиб еще один мужчина. Его тело до сих пор не найдено. Спасатели обращаются к рыбакам с просьбой брать с собой хотя бы 15-метровый моток веревки с грузом весом 250-300 граммов. Борис Пучков и Олег Маньков. Губерния 33.